Матч начинается. Ну что, good luck и have fun. Так, за кого ты смотришь? Да. За пламя, да. Потому что в той игре меньше всего. В той игре неудивно. Согласен. Так, подстволочка по тактике медведа. Здорово видит тэменами. И в другую сторону. Занимает вообще позицию такую самую козырную. Надо только обзавестись пушками. Кстати, насколько я знаю, ребята играют Big Config, да? Ты не обратила внимания? Сейчас посмотрю. Может и нет? Да-да-да, Big. Карн перестреливает пламбит. Отличие? Быстрее пушки спаунятся, да-да-да. Но на РПГ это не распространяется. Но на все остальные оружия и аптечники, по-моему, это не уверен до конца. Ну, короче, да. То есть на большее количество людей покомфортнее. Красивый шот делает пламбит от него. От бабушки к вас не ушел, и от дедушки не ушел, и от кого не ушел. Еще и фликшотом вынес Корнейлю. Вот откуда-то чему ему прилетело. А, все, понял. Спитерка. С пятачка. Извините. Я сейчас... Это не передо мной, извиняюсь. Я известно перед кем. Известно перед кем извиняться надо. Я здесь ни при чем. Нет. Я перед вами, извиняюсь. Ладно, мы передадим. Дорогими зрителями. Зрители. Прощаем Леру, как думаете? Если прощаем, можете задонатить. Блин, факт это был бы лучшим агентом. Если не прощаем, то задонатить тоже. Да-да. Ну, дайте нам... Как вы еще нам можете сказать? Правильно? Чат этот никто не читает. А донат это в историю. Вот это клевый хайлайт от Плюмбуса. Просто pre-fire и фликшот. Вот это бы еще, конечно, залетело было вообще. Прям как у Дергсоула. Дергсоула. Дергсоу. Дергсоу. Вот так. Что? Как вы идете, бро? Так, не понимаю, ты лагаешь? Или... Мне кажется, я у меня, может, немножко под лагер. Сильно? Ну, так иногда, да. Когда ты кричишь, а ты, знаешь, растягиваешься цифрой. Как у этого, Disturbita? Вот это... Да-да-да. Вот это штука, да? Меня прощают. Ты, да-да-да, считаешь, что ты Дэвид Бреймонд? Дэвид Блейн. Хотите немножко уличной магии, друзья? Окей, ладно, давайте... Я за глаза выпущу, типа... Если ты смотрела, то... Пырится, пырится, пырится. Что ты... Что ты пыришься? Брут от меня ноги. Ладно, давай сосредоточимся на игре. Которым 15 лет просто. И Зава потом такой смотрит, такой... Что-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ничего бывает, знаешь, мне кажется, что... Каждая победа начинается с респауна. Бля, сказал как боженько. Ау! Да, я перефразировал классика. Так, ну он свой килл сделал. Ему скинли. Выпустили, он рискнулся, прям рядом с Ширканом. Его опять добили. Здесь трачили, так сказать. Под стволом. Да мне сразу все подбирали. Отвечай, это ты был врач? Адлак. Адлак, реально. Если я смету за кем-то, да, там сразу же начинается... Серия смертей. Мне кажется, это как в Интерстелларе. Закон Мерфи. То, что должно произойти, оно произойдет. Окей, сейчас сентри обзавелся. Оп, прикольный фраг. Да, Эвил негодует. Негодует. Так, появился на... Господи, Эвил негодует Х2. Ну вот, можно сказать, что звездный сейчас сентри настал. Мы все-таки дождались, пока у него... Ну, есть же... Есть же, есть же, отлично наказал кваза. Клево попал арбалет. Ну, Эвил его все-таки разменял. Да, разменял, разменял. Все-таки добрался до него. Пятачок у нас контролируется. Синяя команда. Это значит, что можно пойти туда отожраться. На всякий случай чекаем при фаером Гренко. Может, он по инфе играет? Так. Забирает магнум. Нет, нет. Просто на опыте, что называется. Проверил. А вдруг, а вдруг. Кстати, еще есть новая киллер-фича. Они не в курсе. Но теперь можно смотреть стримы с волхаком. То есть, не стримы, а быть в спеках с волхаком. Кто? Вот так, да. Я как бы настраивала ОБС-ку. У меня там стояла, типа, защита от... Как она там называлась. Типа, чтобы не палить, что у тебя читы. Реально? Че-то типа такого, да. Если я это правильно понимаю, я такая чего. Ну, ты представляешь, как они все в команде разработчиков ОБС офигеют от того, что, блин, мы же настройку, она не включена, а у нее все равно читы, короче. Ладно, нет. Плохая шутка. Забейте. Слушайте, ну, счет, тем не менее, как будто бы, вот, не особо, вот, благоволит красным. Несмотря на то, что сентри отличный фраг сейчас сделал. Очень красивый этот счет. Просто с твердой рукой ищет больше себе. Энемия собирает уже под стволочки. Игнорирует броню почему-то. И отбивает физику. Ну, и интересно, как разыграют эту ситуацию чувак в маркере. Промахивает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, тимплей наразыграли. Я, если честно, думал, что сентри будет уже в этой ситуации умирать. Но он до сих пор живет и вставляет хэдшот прямо в кваза. Да, маслину славил кваз, что называется. Давай посмотрим, заявил он. Следующий. Раз уж они у нас проигрывают, все-таки не помогает. Нужно им... Да, возможно, на кавернце это работает в зеркальную сторону. И мы сейчас всю фуреку нашего чата направим на победу в красную. Потому что, как под черт, а хотелось бы посмотреть три карты. А может быть, они и сыграют три карты, если кваз будет себя чувствовать хорошо. Хорошо. Окей, пока что потихонечку отжирается контроль пятачка. Пятачка? За синей командой, да. Между прочим, я думаю, что этим и обусловлено то, что они так выигрывают. Все-таки это наиболее выгодная позиция. Там много респов, которые можно контролировать. Превосходный фраг, отличный. Хороший. Да, да, вот прям приятный. Такое всегда приятно попасть. Блин, я сейчас смотрю, что фиолетовый цвет на некоторых фронах на этой карте немного в серый превращается. Снаждовато увидеть. Может, это я уже старая. Ребят, задонатьте, если думаете, что я старая. Я не видел. А ты хорош. Слушай, Кустик пишет. Покажите, что делать. А, я подумала, что они сидят, типа, в зрителях, на Твиче и тоже смотрят стрим, пока играют. А, я не так прочитала. Блин, да, на винишко. Или на штатив для микрофона, потому что, блин, а он даже не достает. То, что стоит на столе, меня тихо слышно каждый раз, когда мы стрим заводим. Мне приходится вот так вот к нему сидеть. Ну, либо я могу, кстати, чуть-чуть. Да, пока у нас происходят настройки технического вот этого всего плана. Эвил делает превосходные два килла. Убивает он с алкозавра, нашего любимого. Пока что умирает в фонде. Ну, блин, просто как будто бы синяя команда разыгралась посильнее и играют дефолт. Вот по учебнику, что называется. Когда ты уберешь позицию, собираешь там по таймингу все ресурсы и не пускаешь туда, черт, подери врагов. И это для них работает с отрывом больше, чем 20 врагов. Ну, что ж, тогда... Так, окей. Посмотрю еще, у кого интересный пов какой-нибудь поищу, пока ты наявили. Сейчас, подожди. Трип затонатил, подтвердил, что я бабулька. Я заезала, подключила. Вот. А еще в чате мне предлагают устроить эксперимент, чтобы я достала локсами до пупка. Как думаешь, поведусь ли я на эту? А, да? Как думаешь, стоит ли? Я думал, надо отвечать. Ты просто симможинировал себе, как это будет? Попробовал на себе? Ну, я разве... Нет, я так понимаю. У меня, в принципе, я думаю, плохое положение. Я имможинировал, как тебя заставить это сделать. Вика разбирается тем временем. Какие суммы донатки ты хотел сказать, да? Ну, слушай, все в разработке. Все в разработке. Пока что мы подумаем, ребят. Вы тоже пока что, может быть, какие-то, если идеи есть, пишите в чат. Пятками до затылка еще предлагает три. Да. Ну, то есть, я предлагала, конечно, пяточку показать, чтобы как обозначить место на карте. Да, но, конечно, я не буду такие упражнения. Главное, Квентина Антарантино не приглашайте на стрим. То он снимет кино про Хелдадем. Позовет меня в главной роли. Да, мне кажется, если он будет снимать сцены с распрыгом Сиди, там все равно будет звук шагов. Сейчас, подожди, я пытаюсь это Сиди представить. Пламя, ты умер. Распрыг Сиди от Квентина Антарантино. Да. Я просто, ты меня аж вырубил. Я так все и везу. Да, как-то мы отвлеклись немножко, Лера. Да, мы все, конечно, тебя любим, но еще больше мы любим деньги. Сижу, думаю, на пятачке? Ты же покраснела, да, немножко? Да, на пятачке разборка. Язава забирает аптечку просто из-под носа. Заметьте, кстати, знаете, можно управлять велосипедом без рук, а можно играть в КВДМ без рук. Вот это то, чем занимается Язава сейчас. Ну, он... Ага, у него нет рук, да. Он все хорошо делает. Он хорошо делает. Я не говорю, что у него руки из жопы, я говорю, что модельку он выключил себе. Вот такая фича есть у нас в сервере. Так что пользуйтесь. Не будете тащить так же, как Язава. Ну, он, видишь, не справился с шаром. По-любому. Ну, знаешь, с таким шаром иногда можно и не справиться. Ничего страшного, мы все равно его любим. You don't know the voice. It's me, fucker. Клешнями только в норке. Веточками курить с сигаретами за школу. Блин, Язаве не везет. Это приглашение было? Пойти покурить за гаражами? Ну, ты знаешь эту тему, чтобы мама не спалила что-то? Да. Ты берешь веточку и, короче, как палочки. Всегда убирал над этими дурочками. Да, да, да. У меня знакомые там делали. Одноклассники все там делали. Так, я переключу. Привет зато потом. Привет сычам из тридччата. Сычи. 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 Сычи, я сейчас не заехала. Да, вот я согласна. Кто так не делал, тот же Си не знает. Чего-то в каком-нибудь марте, когда эта веточка такая мокрая. Ну, давай. Потому что все течет. У меня сейчас разблокированы воспоминания, если честно. Опа, РПГ. Влажные воспоминания белки на стриме. Ребят. РПГ у кваза, да. Давай за него посмотрим. Он все-таки умеет этот уровень играть. Я думаю, что, в принципе, у него получалось раньше это делать. Лера делала так в школе, на самом деле. А потом Лере не зашло так делать. А потом не зашло, а потом, короче, это-то, знаете, путь курильщика, когда он бросает. Бросает, начинает, бросает, начинает. Так, обвинение. Шот с фаер. Шот с фаер происходит сейчас. Убили на пятачке. Да нет, я больше про чат. Про чат больше. Окей. Так, ну я по... Скоро, скоро. Пока еще нету даты. Но я думаю, что в ближайшие месяца полтора. Ну или типа того. Ну вот, у вас атакует. Защитился у него 7 хп. Он рискнет, не рискнет? Шар дал, нет. Четыре, он, кстати, орбик. Его поймали там, между прочим. То есть, в теории, он мог бы кого-то и убить. Так что, ребятки, мотайте на узко. У вас опытный плеер. Несмотря на то, что конкретно в этой игре, да, он не супертащилой. Ну, вообще-то, против таких игроков, ребят, попробуйте-ка сделать счет 27-3. Вот, хотя бы. Так что, это, я вам так скажу, очень непросто. Вот. Счет, между прочим, отрыв сократился. Пока мы здесь болтали, обсуждали всякие влажные веточки, там, не знаю, вот как это еще назвать. Да. У синих появляются шансы на камбэк. И времени не так, чтобы мало. Понятно, что тенденция есть, да, но как будто бы то ли синяя команда устала, то ли, возможно, они немножко расслабились, то ли они... Кто-то им тоже задонатил, кто его знает, то ли это наше влияние с вами, наша хуриоку дает красной команде возможность совершить камбэк. Вас прикольно делает. Мне нравится, он не бегает машинально, а он в моменте такой послушал, слышал, обзвернул. Да, 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 может по инфе, может быть, ну, просто на опыте он понял, что надо это сделать, и вот сделал, и вот дробь улучшился. У него сейчас союзник стоял на магнем и ждал аптечку, он подошел, забрал магнем, забрал аптечку, и ушел. Извините. Ну, да, unmannered квас. Да. Ну, мы простим ему, конечно, эту выходку, и обещает больше что-то делать. Видел, кстати, янами, или не видел? Да, не видел, судя по всему. Но нет, первый раз не увидел, если он так прыгнул на него, там было видно, но мне кажется, он все-таки не заметил, в том, что он такой яркий, да, на сером фоне. Ва, хорош. Free Fire, да, по инфе. Как будто квас, нет, вот не в соло, где-то хотел сказать, как будто квас в соло эту пятерку убивает уже два или там три раза, и ничего из этого не происходит. Хотя, в смысле, ничего не происходит. Посмотри на счет. Что я такое говорю вообще? Три фрага у нас был разрыв. Вы понимаете, что сейчас самый настоящий камбэк Израиля происходит? У нас было... На ваши глаза. 20 фрагов сейчас разрыв. Три фрага, да, ребятки. Давайте еще даем фуреку для того, чтобы посмотреть третью карту. Кстати, насколько мне известно, они не черкали карты в живом режиме. Плюмбус вот так вот взял, или кто это был, извините? А, этот был с центра, извините. Все, я за карты в живом режиме. Карн, кстати, вот играет, да, саппортом позиций на пятачке. То есть, мне кажется, что даже сам великий спак одобрил бы его геймпл. И как его нужно делать? Он дико просто пристает на этих респах. Ака сталкер какой-то, понимаете? Ты о чем? Да, повезло, да. Но, тем не менее, отрыв-то немножко подзакратился. Сейчас уже 99 превратится в 100. И превратится ли для красной команды эта цифра в 100 в ближайшее время? Как будто бы, да, отрыв всего 5 фрагов. 3 минуты, это возможно. Мы видели еще не такое. Даже в этом матче у нас, сам по себе, отрыв 15-20 фрагов. Был его даже, по-моему, 22 или что-то такое, я помню. Может быть, в каком-то моменте и больше. Карну устроили сэндвич за зарядкой. Сэндвич с карней. Сейчас он устроит. Давай, добить, добить. Новая рубрика. Немножко не пошло. Ну, как будто бы хотелось, да, чтобы он умер. Вот с одного выстрела. Ну, да, в центре недостаточно ловкие пальцы, чтобы такую гранату поймать сложную. Окей. Так, отрыв у нас тем временем... Сколько получается? 9, да? И синие продолжают. Продолжают доминировать. Делать серию фрагов. Сейчас я конверт, еще спаун киллы. Шар рандомно летает. Ловить его. Карнейш. Думаю, что нет никакого смысла. Стоит человек 5 сп. И для него появляются здесь 2 аптечки. Он пойдет дальше контролить пятачок. Но он выбит, понимаешь? Это нельзя просто так... А, можно! Можно! Never mind! Просто можно. Опять зайти. Тимплейно. Просто все вместе отлично запутали таргеты. Но гранатами, конечно, от спама, от маленького количества хп его разменяли. Ему везет рестнуться вот именно там, где нужно. Но немножко не везет, так как его в центре подлавливает. Впрочем, продолжается у нас здесь замес. Не стал брать он батарею. Хочет с гранатой эту ситуацию разыграть. Получил дробовичок. Также получил вместе с дробовичком много деймэджа. Видит троих. Разбегаются глаза. Прячется за угол. Но получает свинца. Немножко подсолили карнейджа. Видела, да? Да. Солили. Как будто бы все благоволит тому, чтобы красные совершали этот камбэк. Но еще-то. Остается у нас минута и разрыв, конечно... Не, ну там нападение просто от синих. Такой большой массы. Такой губы. Вот. Знаешь, как био, да? Играют когда... То есть вот это постоянное давление оказывать на трубу, чтобы люди не могли там взять, там встать как удобно, отожрать там три подстволки, высосать там по два круга всю заряжку. Команда постоянно пушит и постоянно напрягает. И если они занимают, они именно занимаются вот контролем. То есть никуда не отходят, не делают лишние движения. Просто собирают ресурсы и контролируют респауны. Так, эпичный. Так, в центре должен делать этот фраг, но должен, должен все-таки делать фраг. Есть опасность стрелять подстволкой, потому что... Да, да, на опыте, на опыте. Угу. Окей, сейчас у нас 20 секунд, 13 фрагов. Ну, тут, в принципе, уже достаточно просто наносить урон, чтобы прогнать энемию. Ну, Карн пикнул и был вознагражден. Красивый пункт, что там тебе в счет. Так, факт. Есть все-таки опять какие-то... У тебя волнообразно очень интернет как-то работает. То есть сейчас ты опять лагал, а ты интенсивно начинаешь говорить. Хм-хм-хм-хм. Хм-хм-хм. Да.